Привет, это The Rock. Уже несколько лет подряд все вокруг твердят, что Apple уже не тот, что компания не показывает в сущности ничего нового, технически отстает от Android-смартфонов, да и внешне имеет изъяны. В этом году все еще хуже, потому что визуально новый iPhone 7 изменился не сильно. То есть изменения есть, и они значительные, но многие люди их просто не замечают. Поэтому мы решили показать основную разницу и главные фишки нового iPhone 7 и 7 Plus. Первая фишка или отличие от 6s это дизайн. Да, вы скажете ничего не изменилось, но будете неправы. Вот как выглядит 6 Plus, а это 7 Plus. Правда ведь они не похожи. Двойная камера, новый черный цвет, который пришел на смену Space Gray. Пластиковые вставки антенн сместились на торцы, и от этого смартфон только выиграл. Изменений немного, но 7 ощущается как совершенно новое устройство. И вот главное изменение, которое вызывает дикий восторг, новый цвет Jet Black. Ну или как его называют по-русски черный Onyx. Камера ни разу не передает ощущения от этого цвета. Выглядит он действительно космически. Последний раз такой крутой черный цвет был у iPhone 4s. Но здесь это не стекло, а полированный металл. Разумеется, эта краска отлично собирает отпечатки и царапины, но в последнее время я не видел ни одного флагмана, который бы не собирал отпечатки. Только не вздумайте покупать Jet Black и прятать его в чехол. Возьмите лучше тогда матовый черный. Второе главное отличие от предыдущих поколений пылевлагозащита. iPhone в буквальном смысле можно купать, правда только в пресной воде и не продолжительное время. В общем, если уронить iPhone в унитаз, а это одна из самых распространенных причин, не переживайте, с ним ничего не будет. Защита по стандарту IP67 гарантирует, что кратковременный контакт с пресной водой смартфону не навредит. Поэтому в дождик, на кухне вашему новому iPhone ничего не грозит и это приятное новшество. Защита от воды уже давно есть у Sony, Samsung и других компаний, но столько плавающих в Coca-Cola смартфонов можно увидеть на YouTube только сегодня. Третье и самое неожиданное новшество – кнопка Home больше не механическая. Это значит, что она по сути не нажимается. Эффект нажатия, то есть ощущение от него на палец передается специальным вибромоторчиком Taptic Engine. Подобная технология встречается в новых MacBook, и там многие люди не верят, что это не нажатие происходит, а виброотклик моторчика. Настолько все реалистично. Но к кнопке Home все равно придется привыкать, и в первое время ощущения немного странные. Хотя это очень технологичное решение, такого точно ни у кого нет. При настройке iPhone вам предлагает выбрать силу отдачи, чтобы вы четко ощущали нажатие. И когда вы привыкаете, эта кнопка становится даже более удобнее, чем механическая. Кстати, Taptic Engine работает не только для кнопки Home. Действие вибромоторчика распространяется на весь экран. Когда вы что-то выбираете, например, устанавливаете будильник, это сопровождается легкой отдачей на экране. То есть вы тактильно ощущаете действие. И да, на Android эта тема уже давно, никто не спорит, но ощущения совсем другие. Но вот мы и добрались до одного из самых важных обновлений. Больше всего в интернете фотографий, сделанных на iPhone. В iPhone 7 используется новый 12-мегапиксельный сенсор с диафрагмой 1.8. Говоря простым языком, снимки в темное время суток или в условиях недостаточной освещенности будут получаться лучше. Кроме того, маленький iPhone получил оптическую стабилизацию, а в прошлых поколениях она доставалась только большой версии Plus. Обновили и фронтальную камеру. В iPhone 7 теперь 7-мегапиксельный модуль, который кроме более детальных и резких фото умеет снимать видео Full HD. Прогресс с прошлым поколением просто огромный. Гораздо больше новых фишек получил iPhone 7 Plus. У него две 12-мегапиксельные камеры. Камеры имеют разные объективы. У первой это широкоугольник, у второй телевик. Это позволит сделать в камере iPhone 7 Plus двухкратный оптический зум. То есть картинку можно приблизить вдвое, не потеряв при этом в качестве. Функция опять же не новая, но именно с iPhone она станет популярной. Кроме того, камера в iPhone 7 Plus позволит делать более живые портреты за счет размытия заднего плана и эффекта боке. Лица будут получаться выразительнее. В обоих смартфонах установлен отдельный чип, ответственный за работу камеры, и двухтонная вспышка с четырьмя светодиодами. Обзор камеры 7-го iPhone надо делать отдельно и интересно сравнить его с решениями от Samsung. Еще одна маленькая фишка или улучшение — экран. Он стал ярче на 25%, хотя разрешение осталось прежним. Apple не торопится делать 2К-экраны для своих смартфонов, да и не нужны они пока. А вот улучшить звук — это пожалуйста. Хотя никто и никогда не жаловался на громкость звука в iPhone. Динамик всегда был сильной стороной этого смартфона. Apple этого показалось мало, и в iPhone 7 появилось два динамика, создающих настоящее стереозвучание. Звук, разумеется, улучшили, а громкость возросла практически вдвое. Динамики раскиданы по корпусу, они не спрятаны внизу, как думают многие. Тут по-прежнему один динамик и микрофон. Второй же динамик расположился внутри разговорного. Шестое отличие от прошлых поколений и конкурентов — Apple отказалась от разъема 3,5 мм. Кстати, iPhone не первый смартфон без миниджека, есть еще китайский Leeko. Но обсуждают и ругают, конечно, iPhone. Именно Apple впоследствии припишут отказ от архаизма. Мы неоднозначно относимся к решению убрать 3,5 мм, но и грызть локти по этому поводу тоже не будем. Рано или поздно это должно было случиться, просто Apple любит делать это рано. Ну и, конечно, в интернете уже можно найти сотни различных аксессуаров для Lightning. Apple одним из своих решений может убить не одну тысячу фирм и дать жизнь сотням новых компаний. Также в комплекте можно найти и обычные AirPods для Lightning. А вообще, Apple советует вам переходить на Bluetooth и купить, например, новенькие AirPods за 169 долларов. Седьмая фишка касается железа, и тут самые большие изменения. В iPhone 7 появился новый чип A10 Fusion, он на 50% быстрее предыдущего поколения, настолько же эффективнее и графический чип. Apple уверенно заявляет, что ее новый процессор самый мощный на рынке. iPhone 7 самый быстрый смартфон, который только можно найти. Кроме того, за счет нового процессора и iOS 10 Apple обещает, что iPhone 7 Plus будет работать на час дольше, чем прошлое поколение, и вообще будет демонстрировать лучшие показатели на рынке. В итоге, сколько бы ни жаловались на то, что Apple уже не тот и нового практически нет, iPhone 7 уверенно демонстрирует, что компания понимает, какие смартфоны нужны рынку. Они не обязательно лучшие в мире по техническим характеристикам, но iOS и ее оптимизация позволят им быть действительно быстрейшими устройствами. Даже если вам показалось, что у iPhone 7 не так много отличий, вы заблуждаетесь. Это совершенно новый смартфон, который не похож на 6s. Пусть изменений в дизайне не так много, но перепутать два этих смартфона вы точно не сможете. Ставьте лайк, если вам понравился наш обзор iPhone 7, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео и следите за нами в социальных сетях. Все ссылки найдете в описании. За предоставленные на обзор iPhone 7 и iPhone 7 Plus благодарим магазин iPoint. Субтитры сделал DimaTorzok